Ребята, я просто хотела сказать, я очень благодарна всем, кто участвует в каких-то моих проблемах, о которых я рассказываю на ютубе. Но я хотела просто сказать, что не принимайте их близко к сердцу и не тратя своё время на какую-то поддержку или что-то, я объясню почему. Во-первых, у меня большая задержка между съёмкой видео и выходом видео. Это может быть две недели, три недели. Как правило, проблема, о которой я говорю в видео, уже давным-давно решена, и она не актуальна. Я их оставляю в моих видеороликах, чтобы, наверное, влоги были более пёстрыми. О своих реальных проблемах я никогда не рассказываю. То, что там вот у меня какие-то проблемы в поликлинике были, да, что-то ещё я там рассказывала. А проблемы, то, что штраф я там какой-то получила, это вообще ничто, да. Относительно того, в чём я живу, какие у меня есть и радости, и взлёты, и падения, и достижения, и поражения, и проблемы, это вообще не играет никакого значения. Эти штрафы и всё. Я просто оставляю это видео, вот оно импульсно снялось, потом я его монтирую спустя две недели, я его оставляю просто, чтобы оно было, ну, для, я говорю, для какой-то пёстрости, чтобы вы бы видели мою жизнь чуть более ярко. Потому что я не тот человек, который реально делится чем-то. Я очень скрытная по жизни, я не особо делюсь. Поэтому с тем, что всё-таки у меня есть какая-то публика, у меня есть YouTube-канал, и нужно как-то развивать его, то я стараюсь оставлять какие-то, хотя бы какие-то элементы, которыми мне захотелось импульсивно поделиться в тот момент, когда они случились. Поэтому не делайте из этого какую-то вещь, и я что-нибудь выложу, и потом месяцами вот это вот идёт обсуждение, анализ, потом ещё кто-нибудь против меня использует, вот с вами там это случилось, потому что там то реально. Просто не обращайте на это внимания, потому что, как правило, вопрос уже решён, и уже давно эта ситуация не актуальна, забыта, и я просто её оставила, потому что она в тот период, когда выходил этот влог, она была актуальна в рамках всего, что происходило. Вот плюс, чтобы не показывать только там выставки, рестораны и всё, то ну пытаешься хотя бы какую-то частичку, какой-то персональности ввести, да, в канал, чтобы было всё-таки интереснее смотреть чего-то. Не делайте из этого какие-то большие проблемы, не концентрируйтесь на этом. И я не сильно нуждаюсь в этой поддержке, я не хочу ваше время этим тратить, и не хочу, чтобы на вас это какое-то негативное влияние оказывало. Рассказываю это просто в рамках всего, что есть в жизни не только выставки, там рестораны, Прага, архитектура, путешествия, но есть какие-то нюансы, ситуации. У меня, как правило, всегда есть с кем поделиться, всегда есть от кого получить помощь, и я со своими проблемами на YouTube не хожу, вот так скажем. Спасибо огромное всем-всем, кто участвует, и всем-всем, кто глубокая ночь. У меня спит муж, поэтому я говорю тихонечко, и спит даже моя козявочка, тигроська. Вот, спасибо огромное вам за то, что вы переживаете, за то, что вы поддерживаете, за то, что пытаетесь что-то советовать и так далее, и тому подобное. Я такой человек, я всё прогуглю. Если у меня какая-то проблема, я всё погуглю. Я обзвоню юристов, я обзвоню всех. У меня есть решение во всех вопросах. У меня очень собранная и очень такая пундичкаршка, как говорят чехи, педантичная очень. Поэтому, как правило, я не нуждаюсь в том, чтобы так много потом говорить об этом, собирать какие-то данные со всего интернета. Ой, спасите, помогите. Я не такой человек. Когда видео выходит, у меня уже написаны все письма, все жалобы, всё разобрано, и всё-всё сделано вот так. Всё, хотела просто объяснить вам. Пока. Январское солнце. Это мой балкон. Обалдеть. У нас сегодня зимняя сказка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы сегодня утром проснулись, и просто невероятные сугробы. Невероятный снегопад. Идём всю дорогу, и кто-нибудь где-нибудь до снеговиков лепит. И вот, мы тоже увидели. Буквально. Снега на котов нападало, защищают. Котов закрыт. Дни продлились. Уже полшестого, и вот только сейчас наступает закат. Ещё совсем недавно было, сейчас, ну, на час раньше. Не перестаю удивляться человеческой неприспособленности к жизни. И то, насколько вот люди, неприспособленные к жизни, распространяют эту информацию потом в сети. И новые эмигранты ещё и слушают это. И на основании этого строят вот свои домыслы. Я очень часто получаю комментарии. Вот вы мне рассказали что-то. Вы развеяли мои страхи. Ребята, не основывайтесь на то, что рассказала я или кто-то. У вас будет совершенно свой путь. Если вы изначально все огорожены страхами, и я ими не живу, и я смотрю на жизнь совершенно иначе, то я вам своими глазами раскрою, скажу, не страшно, всё реально. Но вы приедете, и вам всё равно придётся своими мозгами проходить этот путь. И вы потом скажете, она наврала. Она наврала, потому что совершенно все люди по-разному смотрят на ситуацию. Вот сейчас смотрю новый эпизод House Hunters International из Праги. Давно Праги не было, уже, наверное, год в этой передаче. Наконец Прага выходит. И комментарий о американке какой-то, что сюжет передачи про то, что учительница английского, американка, переезжает в Прагу и ищет квартиру. Об этом это. И они говорят, вот они в передаче не называют, какие зарплаты типа учителей, что у учителей английского в Чехии зарплата 10-12 долларов в час, и этих денег совершенно недостаточно для жизни. Я так это почитала, думаю, ну триндец. Во-первых, я никогда в своей жизни, у меня было несколько репетиторов, я никогда в своей жизни не могла даже близко найти за такую сумму. Честно, я не видела ни одной цены, ни одного учителя. Я могу, наверное, сайт сейчас открыть, и мы с вами все вместе увидим. Потому что 10-12 долларов – это около 220-250 крон. Таких сумм просто нет. Такие деньги могут платить учителю в школе языковой, но тогда у него будет множество всевозможных бенефитов. У него будет бесплатная государственная страховка, всякие там купоны на еду, бесплатные спортивные залы, всякие бенефиты, которые имеет трудоустроенный работник. Если это учитель сам на себя, вы такого просто не найдете никогда. Просто никогда. Самая дешевая цена, которого я находила учителя, была 350 крон. И это не профессиональный преподаватель. Это просто носитель языка, какой-нибудь американец, канадец, австралиец, который просто по учебнику что-то вам будет там показывать. Он сильно вам уровень не дотянет, и это не профессиональный учитель. И даже они берут 350 крон. То есть, откровенно, это просто вранье. То, что 10-12 долларов платят, она написала, мало того, что 10-12 долларов всего лишь ты получаешь, так еще и страховки нету нормальной. О чем это говорит? Что она не является трудоустроенным работником. Англоязычные иностранцы, в отличие от русскоязычных, могут как частные предприниматели в Чехию приезжать. Для русскоязычных закрыта эта возможность. Только иностранцы из развитых стран, из Европейского Союза, могут приезжать как частные предприниматели. И частные предприниматели, иностранцы, действительно, в Чехии лишены права на государственную медицинскую страховку. Поэтому, что говорит о том, что она в этом не разбирается? Значит, если ты не хочешь государственную страховку, значит, ты идешь трудоустраиваешься... Точнее, если ты хочешь государственную страховку, ты идешь просто трудоустраиваешься на работу, в любую языковую школу. И там ты будешь получать своих 12 баксов, о которых ты пишешь, но тогда у тебя будут, как это называется по-русски, все преимущества трудоустроенного работника. Бонусы, бесплатная страховка, бесплатная пенсия, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, что имеет официальный полный социальный фонд у тебя будет. Если же ты работаешь как частный преподаватель, не работай за 12 баксов, просто не работай. У тебя нету, она говорит, зарплаты низкие учители. Не ставь себе такую зарплату. Просто давай объявление, что ты, блин, берешь 500 крон за урок. Зачем ты ставишь 200? И не будут тебе платить 10? А если ты не профессионал, ты не развиваешься, ты не умеешь преподавать, тогда чего ты ждешь? Что тебе будут 1000 баксов в час платить просто так, потому что ты приехала, меня этот подход просто убивает. То есть люди не могут приспособиться и сидят, винят страну. Это один аспект. Второй аспект. 12 долларов в час, 10-12 долларов в час для Праги, даже для Праги, очень неплохие деньги. Откровенно. Потому что если пересчитать это на обычную неделю трудовую, сколько она составляет? 40 часов обычная трудовая неделя, да? То получается это около 40 тысяч в месяц крон чистых денег. Это хорошие деньги для Праги, реально. Если вы вдвоем, например, каждый вот так вот работает при небольшой ставке, да? 200 крон на час – это не очень большая ставка для кого-то квалифицированного. То есть в Макдональдсе платят сколько? 130 крон. Это 6,5 долларов. Вот в Макдональдсе платят, да? То есть 10-12 долларов, например, начинающий учитель, если даже ты хочешь за такие деньги. Я, честно, не встречала такие зарплаты учителя английского, никогда не встречала. От 350 я искала не раз, я ходила вся во всякие группы, мы с девочками скидывались, мы с работы скидывались, нам с работы проплачивали, мы искали учителя не раз. Никогда я такой ставки не видела. Но даже если ты хочешь, например, дампинговать рынок и работать по такой ставке, например, ты согласна, окей, это 40 тысяч крон в месяц. Это даже на одного человека весьма неплохо. Ты на одного себе квартиру снимешь, но за 10-12 тысяч студию, да? И у тебя остается там 30 тысяч денег свободных. Я не знаю, это очень хорошие деньги по чешским меркам. Я уверена, что и в Америке ты такие деньги особо не получишь в сравнении вообще с ценами, потому что ты много можешь чего позволить себе в Чехии на эти деньги. Правда, много, потому что здесь просто это относительно Европейского Союза очень дешевая страна. Ты много чего можешь позволить себе на 40 тысяч. А если вас двое, например, приехало с парнем, мужем, любая пара, вы просто можете вдвоем зашибать 80 тысяч. И на 80 тысяч вдвоем можно вообще круто жить, можно классно путешествовать, очень хорошо питаться, позволить себе множество развлечений и всего. Так что я, если честно, я не поняла, о чем она говорит. И вот она вот такое напишет, и люди, которые, знаете, не поварились в этом всем, не прошли этот путь, они подумают, о, в Чехии такие низкие зарплаты, и так все плохо. Делай сама себе зарплату, правда. Просто иди, зарабатывай знания и делай себе зарплату. У меня преподаватели знакомые берут 600 крон в час. Это больше 30 долларов за один урок. И не надо ля-ля. Вот и все, ну правда, ребята. И вот потом вот такие вот люди распространяют вот эту информацию, и вот это начинается просто. О, точно, 10 долларов в час. Я не проживу, я туда лучше не поеду, я туда. Не позволяйте никому себя застрашивать, не слушайте таких людей, и готовьтесь к тому, что если вам придется переезжать за границу, жить в том же комфорте, в котором вы живете в своей стране, не получится. За этот комфорт, большую защищенность государственную, социальную, вам придется бороться первое время очень сильно. Пробивать себе лбом двери, идти на все некомфортные ситуации, на любые некомфортные работы. Я пошла на очень сильное понижение уровня моего жизни в первые два года, чтобы впоследствии все было у меня хорошо. И когда я сориентировалась, как что есть, и какие деньги меня устраивают, и за какие деньги я готова, и что мне необходимо доучить, чтобы у меня были хорошие деньги, то просто все стало иначе. И если вы не захотите работать за 10 баксов, есть миллион возможностей не работать за 10 баксов. Я знаю очень многих людей, которые работают за 50 баксов, я знаю очень многих людей, кто работает за 200 баксов в час, и совершенно нету в Праге такого понятия, как зарплата. Если вы частный предприниматель, умеете крутиться, ваша зарплата может быть и миллион долларов в час, если вы умеете крутиться. Вот и все. Ограничений никаких Чехия на вас не ставит, что ваша цена 10 баксов, и вы из этой суммы никогда в жизни не вылезете. Нету такого. Если вы классный преподаватель того же английского, если предметно мы говорим, вы будете зарабатывать хорошие деньги. Я вам 100% говорю, что преподаватели нормальные, с опытом зарабатывают 30 баксов в час. Это абсолютно чистых денег. И это хорошие деньги. Они себе могут выбирать, преподаватели учеников либо к ним ходят, либо они выбирают себе в определенном районе центровом, ездят, это там будет по 10 минут, у них доезд. И когда постоянная клиентела, и все, можно очень хорошие деньги зарабатывать, и они многие работают неполную рабочую неделю даже, и зарабатывают хорошие деньги. Есть учителя, которые еще больше зарабатывают. Но в среднем опытный учитель английского языка в Праге, я не знаю, как за Прагой, думаю, цены намного ниже, около 30 долларов в час. Это для Чехии хорошие деньги, правда. За них можно много чего себе позволить. Чехия не очень дорогая страна, и за них можно много чего себе позволить. Чехия не очень дорогая страна, и за них можно много чего себе позволить. Чехия не очень дорогая страна, и за них можно много чего себе позволить. Чехия не очень дорогая страна, и за них можно много чего себе позволить. Чехия не очень дорогая страна, и за них можно Nyisson не очень дорогой страна, и за них можно много чего себе позволить. Продолжение следует... Продолжение следует... Ноль градусов, ноль плюс два, где-то так. Постоянно одинаковая погода и даже снег. Такого не было много-много лет, чтобы постоянно лежал снег. Раньше выпадал на один день и еле-еле. А сейчас регулярно встаешь, каждое утро лежит снег, мне так нравится. При этом не очень холодно вообще, кайфово, короче. Но в эти выходные уже обещают плюс одиннадцать. Надо какие-то наполеоновские планы составить. Ну и куда-то мотануть, раз такая теплый. А так мы ходили по музеям, по галереям. Было хорошо. Зимой свои развлечения. Летом свои, весной свои. Осенью свои. Хорошо. На днях было настолько тяжело идти. Выпали невероятные сугробы. Просто мы встали утром в выходной какой-то, по-моему, воскресенье. И такие сугробы по колено. Красота невероятная. Ну и я говорю, пошли, не так кайфово, пошли гулять. Выходим. Очень тяжело идти, реально. Уже следы. И вот эти, то, что от следов горки пооставались, они все подзамерзли. И террент такой какой-то неровный. Тяжело идти было. Я за Лёшку хваталась. Потом к обеду мы уже позавтракали, сходили. Потом к обеду снова пошли гулять. И все это дело как стало таять. И вода, просто натуральная вода по улицам плывет. Вообще такого я. Я не помню реально в Чехии такого на своей памяти. Вот такие вот дела. Рука подмерзает, держать телефон. Так, я иду со спорта. Мне нужно решить дела. Стараюсь всегда совмещать дела себе планировать на те дни, когда хожу на спорт. Чтобы не тратить время, лишний раз не выходить. Вчера я ходила, но в другое место совсем. Хотя спорта вчера у меня не было. Но пришлось выйти. Мне на два часа, хоть и работы было много, надо было вопросы решать срочно. Задач поднакопилось. Вот сегодня вопросов с другой стороны буду решать. Я думаю, что я сейчас достаточно быстренько. Работы реально много дома. Вот такая у нас зимняя зима. Вообще реально прикольно. Этот январь и февраль вообще оттас. Сейчас уже февраль. Первая неделя февраля прошла. Седьмое сегодня. И потихонечку движемся к весне. Если глобально вообще рассуждать, эта зима была одна из лучших. Прошлая зима была прикольная. Она была очень теплая и была без снега. А эта зима чуть-чуть холоднее, но все же в рамках комфорта. И со снегом. Что вообще прикольно. Мне так нравится, я налюбоваться не могу. Так красиво. Здание заброшенное. Как жалко, когда уже кто-нибудь выкупит. Так прикольно, кстати, за последние года четыре, наверное, отремонтировали все здания, которые я любила в центре, на которые я обращала внимание, которые были заброшены. Одно здание на Ипопавлово было. И оно на фоне всех, прямо на Ипопавлово, я думаю, что многие его помнят. Оно было единственное заброшенное. Его выселили еще, когда я только в Чехию приехала, в 2006 году. И оно все эти годы стояло просто пустующее, прямо посередине всех красивых зданий, посередине очень людной площади, да. И в итоге вот его год назад начали ремонтировать, и сейчас его уже открыли, туда начинают заселяться люди, магазины там внизу пооткрывали. Вообще так прикольно. И так очень многие здания, которые были заброшены много лет, и которые я видела, что они красивые, или в каких-то суперинтересных местах находятся, все поотремонтировали за последние годы. Так круто вообще. Ладно, рука подмерзла, немножечко вам показала. Прячу лапку и пошла, пошла быстренько по делам.